Небольшая торжественная часть и все расходятся по рабочим местам. Ведь и день рождения перинатального центра это еще и день рождения нескольких десятков маленьких людей. А они, естественно, ждать не могут. В этом году мы ожидаем рождения более 6,5 тысяч человек. В прошлом году тоже больше 6 тысяч. А 30 лет назад в первый год здесь родилось 900 с чем-то детей за год. Сравнивать перинатальный центр с роддомом 30-летней давности не имеет смысла. Однако надо сказать, что за все годы в стенах этого заведения родилось 83,5 тысячи детей. Перемены здесь происходят постоянно. Для тех, кто когда-то работал в этом доме, а сейчас ушел на пенсию, главврач лично проводит небольшую экскурсию. И те, кто ушел на заслуженный отдых несколько лет назад, с трудом могут узнать даже свое рабочее место. Посмотрите, красивее? Да, очень. Несмотря на красоту, главная проблема, о которой не раз упомянула Тамара Николаевна, недостаток площадей. Сейчас Видновский перинатальный центр является одним из крупнейших в Московской области. Помимо Ленинского, он обслуживает еще пять близлежащих районов. Надо, чтобы ребеночек лежал у нас на неделе. Сраженицами работают 79 высококлассных врачей, среди которых 13 кандидатов и один доктор медицинских наук. Нина Яковлевна Курылева проработала в педиатрии более 40 лет. О такой роскоши в далеких 70-х она могла только мечтать. Я работала в роддоме с 1971 года. В старом роддоме работала. Я там была одна. Педиатров в районе не было. И я помогала в инфекционном отделении, в соматическом отделении. А роддом – это была основная моя работа. В те времена видео, конечно, не было. Фотографии-то были большой редкостью. А нынче у десятков тысяч жителей Московской области в видеоархивах бережно хранятся кадры выписки из Видновского перинатального центра. До свидания. Ура! Забрали! В настоящий момент больница оснащена самым современным оборудованием. Более 12 лет назад открыто отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Но выходив больного малыша для дальнейшего лечения, его необходимо было переводить в другое учреждение. Принимая во внимание площадь Московской области, было это довольно сложной процедурой. Сама жизнь поставила задачу открыть новое подразделение в учреждение. Это второй этап выхаживания этих новорожденных. Те, которые попали в реанимацию, потом их надо переводить на второй этап выхаживания. И у нас уже успешно функционирует. Четыре уже года это подразделение, благодаря которому мы превратились в перинатальный центр. 30 лет для медицинского учреждения не очень большой срок. Но в нашем случае счет стоит отмерять не годами, а тем огромным количеством счастья, которое тысячи людей обрели в этих стенах. И думаю, любой из них, конечно, присоединится к сегодняшним поздравлениям. Максим Козлов, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.